Привет! Сегодня выучим дни недели на французском, узнаем их происхождение, которое, возможно, поможет лучше их запомнить. Также поговорим о том, какие артикли возможно употреблять с днями недели во французском и как меняется смысл. И напоследок узнаем несколько устойчивых выражений, содержащих дни недели. Дни недели по-французски? Обратите внимание на то, что у нас шесть из семи дней недели оканчиваются на ди. Это и есть тот самый диэс, латинский день. То есть каждый день недели составлен из двух слов по факту латинских. Вторник. Мерди. Мерди. День Марса, римского бога войны. Ле жур де Марс, дюе де ла гэр. Меркреди. Меркреди. День Меркурия, бога торговля, путешествия и науки. Ле жур де Меркурия, дюе дю коммерс, дю вояж и дэ ла сианс. Четверк. Жюди. Jeуди. День Юпитера, бога грозы и верховного бога римлен. Ле жур де Жупитер, дюе дю тоннер и дэ ла фудр, патрон дэ ле та роман. Пятница. Вандреди. Вандреди. День Венеры, богини любви и красоты. Ле жур де Венюс, дэссе дэ ламур и дэ ла ботэ. Суббота. Сэмди. Сэмди. Первоначально день Сатурна, бога земледелия. Ле жур де Сатурна, дюе де ла гри культура. Под влиянием христианства заменен на день Шаббота. Иудейский субботний праздник, когда нельзя работать. Отсюда и название суббота в русском. Воскресенье. Диманш. Диманш. Первоначально день Солнце. Ле жур де Солей. Встречается в германских языках Sunday в английском, Зонтак в немецком. Но в христианской латыни этот день стал называться День Владыки Небесного День Бога. Ле жур де Сенеер. Повторим дни недели. Ле жур де ла смене. Еще раз. Понедельник. Ла ди ла ди. Вторник. Ма р ди. Ма р ди. Среда. Ма р к р ди. Ма р к р ди. Четверг. Жу ди. Жу ди. Пятница. Ван д р ди. Ван д р ди. Суббота. Сэм ди. Сэм ди. Воскресенье. Диманш. 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 Какой сегодня день недели? Кэль жур эсс ожур дуи? Кэль жур эсс ожур дуи? Или Кэль жур сэм ну? Кэль жур де ла смен сэм ну? Дословно «в каком мы дне недели?» Или уточняющий вопрос «сэм ну мэрди у мэркреди?» И ответ «ожур дуи сэ диманш». Воскресенье. Сегодня воскресенье. Дни недели во французском пишутся с маленькой буквы и употребляются без артикла и без предлога, даже если добавляются слова утром, после полудня, вечером, в ближайший, в прошлый. В воскресенье я пойду на стадион. Я видел его в магазине в прошлый четверг. Я напишу ему в ближайший четверг. В понедельник вечером я забыл очки на работе. Увидимся в субботу утром. Обратите внимание, что слова «суар» – вечер, «апрэмиди» – после полудня и «матин» – утро с днями недели пишутся также без артикля, потому что выступают в роли наречия, а оно неизменяемо. Запомните, что во французском не нужен предлог перед днями недели. Единственный случай, когда день недели с предлогом – это когда мы прощаемся до какого-то дня недели, и тогда употребляем предлог «а» – «а самди» – до субботы. Артикль может употребляться с днями недели в двух случаях. Мы указываем на повторяемость действия и употребляем определенный артикль «л» – мужского рода, потому что все дни недели мужского рода. И тогда день недели, о котором мы говорим, будет иметь значение каждый «шак». Например, «le samedi, je vais à la campagne». «По субботам, я езжу за город». «Каждую субботу, я еду за город». Также можно сказать «толе samedi, je vais à la campagne». «Chaque samedi, je vais à la campagne». Смысл сохраняется. «Le vendredи, je pratique ла натасио». «Па пятница, мне занимаюсь плаванием». «Tоле vendredи, je pratique ла натасио». «Le dimanche, je me lève à 10 heures». «По воскресеньям, я встаю в 10 часов». «Толе dimanche, je me lève à 10 heures». «Le marché fermé le lundi». «По понедельникам, рынок закрыт». «Толе lundi, le marché fermé». Если известна конкретная дата, то день недели можно использовать как с определенным артиклем, так и без него. «Le vendredi, 14 феврие, j'ai un rendez-vous». «Вендredi, 14 феврие, j'ai un rendez-vous». «В пятницу, 14 февраля, у меня свидание». Второй случай, когда мы можем употребить артикль, это если нам нужно сказать «однажды в какой-либо день недели», либо «как-нибудь в какой-либо день недели». Тогда мы употребляем неопределенный артикль мужского рода «en». «V'y a chez moi, c'aime d'y». «Загляни ко мне как-нибудь во вторник». В какой-то из вторников. Неопределенный. Такое употребление во французском встречается гораздо реже, чем с определенным артиклем. И напоследок несколько выражений с днями недели. Иногда на вопрос «sava?», «как дела?», отвечают «comme l'indie». И это значит «так себе, что-то не лазится». Ну типа «понедельник день тяжелый». Следующее выражение «mardi s'il fait chaud». И его синоним «la semaine de quatre jeudi». После дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет. Ну то есть никогда. Пословица «тель керри vendredi», «dimanche pleurera». Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Мы говорим о преждевременной радости успеху до завершения какого-либо дела. «Etre né un samedi», «быть ленивым», «être paresseux», «mettre ses habits du dimanche», «se mettre en dimanche». Это одеться празднично, по-праздничному. «Du dimanche», «любитель», «не профессионал». Например, «peintre du dimanche», «художник-любитель». И снова пословица «se patou les jours dimanche». «Не все коту масленица», «не бывает постоянно хорошо», «не все так легко и просто», «и впереди могут быть трудности». Теперь вы знаете, как называются дни недели по-французски и даже немного больше. Если вам нравятся мои видеоролики, дайте мне знать, поставив лайк под этим видео. И не забывайте оформлять подписку, чтобы не потерять мой канал, если вы здесь впервые. Впереди еще много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok